Беседа 27, Римлянам 14.24 Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, которая от вечных времен была умолчена, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народом для покорения их веры, «Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа! Слава вовеки! Аминь!» Это всегдашний обычай Павла заключать увещание молитвами и словословием, так как он знал, что это имеет немалое значение, и привык делать это по сильной любви к благочестию. Чадо любивому и боголюбивому учителю свойственно не только научать словом, но и молитвами, и спрашивать у Бога помощи учащимся. Так поступает Павел и в настоящем случае. Вот последовательность его речи. «Могущему же утвердить вас в славе вовеки! Аминь!» Здесь он опять имеет в виду немощных и к ним обращает слово. Когда он предлагал обличение, то обличал и тех, и других. Но теперь, когда молится, он приносит молитву за немощных. «Сказав же, утвердит, присовкупляет и то, каким образом, по благовествованию моему». Этим он дает знать, что они еще не были утверждены, и хотя стояли, но колебались. Потом, чтобы словам своим предать более достоверности, присовокупил и проповеди Иисуса Христа, то есть и сам Христос об этом проповедовал. А если сам Христос так проповедовал, то это не наше учение, а его законы. Апостол любомудрствая самой проповеди показывает, что она есть дар великого благодеяния и высокой ценности. И это он сперва раскрывает из указания на лицо проповедовавшее, потом из свойства истин проповеданных, так как проповедано было благовестие, и, наконец, из того, что оно не было никому открыто прежде нас. На это и указал апостол, сказав «по откровению тайны». Это доказательство величайшей к нам любви, если Бог сделал нас участниками тайн, и никто не удостоен этого прежде нас, которая была умолчена от вечных времен. Тайна эта предопределенно была издревле, но явилась ныне. Как же она явилась? Через писания пророческие. Здесь апостол опять освобождает немощного от страха. Чего ты боишься? Чтобы не отступить от закона? Но этого хочет закон. Это предсказано им издревле. А если ты допытываешься, почему тайна явилась ныне, то совершаешь небезопасное дело, когда любопытствуешь о тайнах Божьих и требуешь отчего-то, так как не любопытствовать тебе должно о них, но принимать их с любовью и радостью. Потому апостол, желая остановить такое стремление ума, и присовокупил по повелению вечного Бога в послушании веры. Вера требует послушания, а не любопытства. И когда повелевает Бог, должно повиноваться, а не исследовать. Потом апостол новыми убеждениями подкрепляет их веру, говоря, «Во всех народах не ты один, но целая вселенная так верует и научена тому не человеком, но Богом, потому и присовокупил Иисусом Христом. Тайна не только возвещена, но и утверждена. То и другое есть дело Иисуса Христа. А потому должно считать так, «Могущему же вас утвердить Иисусом Христом!» То и другое, как я сказал апостол, приписываясь ему, или лучше сказать не только то и другое, но еще и славу, принадлежащую Отцу. Потому он и сказал, «Ему же слава вовеки! Аминь!» Славословить апостол опять выражая изумление перед непостижимостью этих тайн. И ныне ведь, когда тайны открыты, невозможно постигнуть их умом, но должно узнавать не иначе, как верою. Прекрасно сказал апостол единому, премудрому Богу. Когда размыслишь, как Бог ввел в церковь язычников и присоединил их к древним праведникам, как он спас отчаявшихся спасений, как недостойных земли возвел на небо, отпадших от настоящей жизни, вел высшую жизнь бессмертную и неизреченную, попираемых демонами, сделал равными ангелам, отверг зрая уничтожил все древнее зло и все это совершил в непродолжительное время, путем удобным и кратким, тогда уразумеешь премудрость Божия, увидев, что язычники внезапно научились от Иисуса Христа тому, чего не знали ни ангелы, ни архангелы. Итак, в то время, как тебе надлежало удивлять все его премудрости и прославлять его, ты вращаешься около мелочей и все еще сидишь под тенью. Это свойственно мало прославляющему Христа. Кто не имеет упования на него и не руководится верою, тот не исповедует величие дел его. Но Павел сам воздает за них славу Богу, побуждая этим и других к той же самой ревности. Когда же ты услышишь, что апостол говорит единому премудрому Богу, не подумай, что это сказано к унижению Сына. Если все то, в чем обнаруживается премудрость Божия, совершено через Христа, без Него не совершено ни одного дела, то ясно, что Он и в премудрости равен Отцу. Для чего же апостол сказал единому? Для противопоставления всей твари. Таким образом, воздав словословие, Он от молитвы опять переходит к увещанию. И обращая речь к сильнейшим, говорит так. И мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Словом, должны показывает, что это дело обязанности, а не дара. Что же мы должны делать? Сносить немощи бессильных. 814. Видишь ли, как апостол возвысил их похвалами, не только назвавшись сильными, но и поставил наряду с собою. И не этим одним Он привлекает их к себе, но и указанием на пользу ближнего, без всякого обременения для них самих. Ты силен, говорит Он, и если с ней зайдешь, не потерпишь вреда. А Ему, если ты не будешь сносить его немощей, угрожает крайняя опасность. И не сказал немощных, но немощных немощи, привлекая и призывая их к милосердию. Как и в другом месте, говорит, вы духовно исправляйте таковых. Ты стал силен. Воздай должное Богу, соделавшему тебя сильным. Но ты воздашь должное и в том случае, если уврачуешь немощь изнемогающего. Ведь и мы были немощны, но по благодати сделали сильными. Так должно поступать не только в этом случае, но и по отношению к немощным другого рода. Так, если кто вспыльщик или горд, или имеет какой-нибудь другой недостаток, ты переноси. Как же это возможно? Выслушай, что далее говорит апостол. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к навиданию. Вот что говорит апостол. Ты силен? Пусть немощный получит доказательства твоей силы. Пусть узнает твою крепость. Угождай ему. И не просто, сказал апостол, да угождает, но присовокупил во благое. И не только во благое, но чтобы совершенно не сказал, вот я влеку его к добру, присовокупил к созиданию. Таким образом, если ты богат или облечен властью, не себе угождай, но бедному и имеющему нужду, так как этим ты и приобретешь истинную славу и принесешь много пользы. Ведь житейская слава быстро улетает, а слава духовная остается, если будешь это делать к созиданию. Потому апостол требует этого от всех. Он не говорит тот или другой, но каждый из вас. Потом, так как он заповедал важное и повелел совершенному оставить свое совершенство, чтобы уврачевать немощи другого, то опять представляет пример Христа, говоря, «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя, пали на меня». Так всегда делает Павел. Когда он рассуждал о милостыне, то на него указал, говоря, «Знаете благодать Господа, как он ради нас обнищал, быв богат». Когда побуждал к любви, убеждал тем же примером, сказав, как и Христос возлюбил нас. Когда советовал переносить стыд и бедствие, прибег к нему же, говоря, что он вместо приближавшей ему радости претерпел крест и пренебрегшей посрамления, так и здесь показывает, что сам Христос поступал таким образом, и чтоб пророк еще и с древней предвозвестил это, почему и присовокупил, как написано, «Злословия злословящих тебя, пали на меня». Что же значит «не себе угождал»? Христу можно было не подвергаться злословию и не терпеть того, что он перенес, если бы он захотел иметь в виду только себя, но однако он не захотел, а заботясь о нас, призрел себя. Почему же, не сказал апостол, истощил себя? Потому что он хотел выразить не только то одно, что Сын Божий сделался человеком, но и то, что он подвергался поруганиям и приобрел от многих худую славу, так как его считали бессильным. Ему говорили, «Если ты Сын Божий, то сойди с креста, и других спасал, себя не может спасти». Поэтому апостол и упомянул об обстоятельстве, которое ему было нужно для настоящего предмета. Но однако и здесь высказывает гораздо более того, сколько обещал. Из его слов видно, что «был злословием не только Христос, но и Отец», так как сказано «злословия злословящих тебя, пали на меня». А это, между прочим, означает, что не случилось ничего нового и необычайного. Те самые, которые в Ветхом Завете научились поносить Бога, безумствовали и против Сына Его. А написано это для того, чтобы мы подражали Сыну Божию. Здесь апостол поощряет верующих в терпении, в искушениях, говоря, «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, то есть, чтобы мы не отпали. Существуют различные подвиги, внутренние и внешние, чтобы мы, подчерпая укрепление и утешение из Писаний, оказывали терпение и чтобы, живя в терпении, пребывали в надежде. Из них одно располагает к другому – терпение к надежде, надежда к терпению, но оба они подчерпаются из Писаний». Потом апостол опять обращает речь свою к молитву, в молитве и говорит, «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Так как апостол предложил свое увещание, представил в пример деяния Христа и привел свидетельство из Писаний, то теперь показывает, что Бог, давший Писание, сам дает и терпение. Потому Павел и сказал так, ведь это свойственно любви думать о другом тоже, что всякий думает и о себе. Потом апостол показывает опять, что он требует не просто любви, и присовокупил во Христе Иисусе. Так он и всегда поступает. Потому что есть и другая любовь. Что же бывает плодом согласия? «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Не сказал просто «одними устами», но повелел делать это и одной душою. Видишь ли, как он объединил целое тело и как заключил опять речь с словословием. Этим он более всего и убеждает к единомыслию и согласию. Потом снова продолжает то же увещание, говоря, «Почему? Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Еще пример высокий и приобретение неизреченное. Ведь Бога особенный прославляет то, что мы находимся в общей ограде. Таким образом, если ты, огорчаясь за себя, заводишь раздор с братом твоим, то подумавши, что отложив гнев, прославишь своего владыку, примирись с братом. Если не для него самого, то для славы Божией. Или, лучше сказать, прежде всего для славы. Об этом непрестанно повторял и Христос. И беседуя с отцом, он сказал, «Потому узнает все, что ты послал меня, если будете едины». Итак, последуем увещанию и будем в единении друг с другом. К этому он побуждает не одних немощных, но всех вообще. Если бы кто-нибудь и захотел отделиться от тебя, ты не отделяйся от него. И не произноси этого холодного слова. Если он любит меня, то я буду любить его. А если не любит меня, правый глаз мой и его вырву. Это сатанинские речи, достойные мытарей языческого малодушия. А ты, как призванный к высшей жизни, исписанный на небе, подчинен и высшим законам, не говори этого, когда он не хочет любить тебя. Но тогда именно и покажи большую любовь, чтобы этим привлечь его. Ведь и он член, а когда член по какой-нибудь необходимости отделяется от остального тела, то мы употребляем все меры, чтобы опять присоединить его, и даже в этом случае оказываем больше заботливости. И награда бывает больше, когда ты привлечешь нерасположенного к любви. Если Христос повелевает звать на обед людей, которые не могут воздать нам тем же, чтобы мы могли получить за это большее воздаяние, Лука 14, 12, то тем более должно делать это относительно любви. Если любимый тобой и сам тебя любит, то он оказал уже тебе воздаяние, а если любимый тобой и не любит тебя, то он поставил за себя Бога должником твоим. Сверх того, когда он любит тебя, то немного нужно тебе прилагать о нем попечение, а когда не любит, тогда особенно он и имеет нужду в твоей помощи. Потому не обращай причину попечения в причину нерадения, и не говори, так как он болен, ведь охлаждение любви есть болезнь, то и я о нем не забочусь. Но согрей охладевшего. Но скажешь, что же мне делать, если он не согревается? Продолжай делать свое. Что делать, если он еще больше станет отвращаться от меня? Этим он готовит тебе еще большее воздаяние, и тем больше обнаруживает в тебе подражателей Христа. Если взаимная любовь есть признак учеников Христовых, потому узнает, говорит Христов, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13,35 То представь себе, как важно любить ненавидящего. Ведь и владыка твой любил и призывал к себе ненавидевших его. И насколько слабее они были, настолько более заботился о них. И громко проповедовал, ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он и удостаивал трапезу своей мытарей и грешников. И вообще, насколько великое бесчестие причинил ему народ иудейский, настолько, или лучше сказать, гораздо больше, он оказывал ему попечение и расположение. И ты подражай ему. Это дело немалое. Но без него, как говорит Павел, и великий мученик не может угодить Богу. Не говори, так как он ненавидит меня, то и я не люблю его. Напротив, поэтому особенно ты и должен любить его. Да и вообще невозможно скоро возненавидеть любящего. Но всякий, хотя бы он был и зверем, будет любить любящих его. Это делают и язычники, и мытари, говорит Христос. А если всякий любит любящих, то кто не полюбит тех, которые любят, будучи ненавидимы? Итак, докажи это на себе. Не переставай, говорит, сколько ты меня не ненавидел, я не перестану любить тебя. И ты побегишь этим всякое упорство, смягчишь всякую душу. Ведь эта болезнь бывает или от воспламенения, или от охлаждения. Но сила любви своей теплотой обыкновенно врачу и то, и другое. Разве не случалось тебе видеть, что преданные позорной любви терпят от блудных женщин побои, оплевания, ругательства и тысячи неприятностей. Но что же, все эти оскорбления могут ли охладить любовь их? Нисколько. Но они еще более разжигают ее. И хотя женщины, оскорбляющие их, бесчестны и по своей непотребной жизни, и по своему низкому и безвестному происхождению, а оскорбляемые часто могут указать и знаменитых предков и рассказать об иной известности, «Однако же и это не ослабляет в них любви, не отвращает от любимой женщины». 817. «Как же не стыдно нам, если в любви, угодной Богу, мы не можем показать той такой силы, какую имеет любовь дьявольская и демонская. Как ты не понимаешь, что любовь, угодная Богу, есть сильнейшее оружие против дьявола? Или ты не замечаешь, что злой демон стоит на страже, привлекает к себе ненавидимого тобою и хочет сделать его своим членом? А ты бежишь мимо и теряешь награду за борьбу. Ведь наградой служит брат твой, лежащий между тобой и врагом твоим. Если ты победишь, то получишь венец, а если будешь беспечен, то удалишься неувенчанным. Перестань же изрекать эти сатанинские слова, «Если брат мой ненавидит меня, я не хочу и видеть его». Ничего нет постыднее такой речи, хотя многие считают это знаком благородной души, но нет ничего неблагороднее, безумнее, жестокосерднее этого. Потому я особенно и сокрушаюсь, что многие считают злые дела добродетелью, и что пренебрегать и презирать других кажется им делом прекрасным и честным. Это и есть самая опасная сеть дьявола, когда порог облекается доброй славою, потому он и не истребил. Я сам слышал, как многие ставят себе в честь то, что они не подошли к человеку, который от них отворотился, хотя твой, владыка, и этим хвалится. Сколько раз оплевывали его люди, сколько раз отворачивались от него, но он не перестает приходить к ним. Итак, не говори, я не могу подойти к людям, меня ненавидящим, но скажи, я не могу оплевать тех, которые оплевывают меня. Это будет речь ученика Христова, а первая речь дьявольская. Это сделало многих знаменитыми и славными, а первая презренными и смешными. Потому мы и удивляемся, Моисеич, что когда сам Бог говорил, оставь меня, я изолю на них гнев, и истреблю. Он не мог презреть тех, которые многократно отвращались от него, но сказал, если оставишь им грехи, оставь, а если нет, то и изгладьте меня из книги. Так Моисея был другом и подражателем Богу. Не будем хвалиться тем, чего должно стыдиться, не будем произносить слов, употребляемых на рынке, людьми порочными, плевать мне на всех. А если и другой кто-нибудь скажет это, обличим его и заставим молчать, как человека, который хвалится тем, чего надлежало бы стыдиться. И скажи мне, что говоришь ты? Ты презираешь человека верующего, а Христос не презирал его, когда он был и неверующим. Что я говорю, не презирал? Христос возлюбил его так, что и умер за него, хотя он был врагом его и покрыт безобразием. Христос много возлюбил его и в таком состоянии, а ты презираешь его теперь, когда он стал прекрасен и достойн удивления, сделался членом Христовым, телом владычным. Как же ты не думаешь о том, что произносишь, как не чувствуешь, на что решаешься? Христос ему глава, трапеза, одежда, жизнь, свет, жених. Христос для него все, а ты смеешь говорить, плюнь на него, и не на него одного, но на всех ему подобных. Удержись, человек, отложи свое безумие, узнай своего брата, пойми, что такие слова приличны человеку безумному или помешанному, и скажи совершенно обратное. Хотя бы он и тысячу раз на меня плюнул, а я не отойду от него. Таким образом, ты брата приобретешь и будешь жить во славу Божию и сделаешься причастником будущих благ, достигнуть которые да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава со Отцом и Святым и Животворящим Духом всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.